друзья всем привет с вами киме f1 и сегодня мы поговорим о давно забытой легенде т18 pt 2 уровня некогда в большом брате взвод из pt 18 мог как сказать весь бой простоять на базе когда все помрут делать себе там фраги просто много был педобиров на этой танке любили любили его действительно потому что она была имбищей по-другому и называли телевизор за внешнее сходство с ящиком зомбо ящиком и на ней играли частенько даже те люди которые по несколько уже год-два на тот момент были world of tanks тогда он только вышла эта игра но со временем ее убрали из игры в большом брате просто исчезла на место нее появилась на этом месте pts ау то есть артиллерия и а т18 благополучно позабыли здесь же что произошло здесь просто-напросто и тоже вывели из игры ну то у кого она была еще в ангаре осталось естественные понерфили забрали короткоствольное орудие фугасно фугасное которым в основном все играли остались скорострелочку которого приличное пробитие но небольшой урон то самое орудие которые все любили забрали вот мы на рудниках на ней сейчас ребят катаемся конечно крушим всех подряд из плюсов как всегда в ней большая броня хорошая скорострельность приемлемые как говорится пробой и маленький урончик ну как среди одноклассников он тоже вполне достоин также как и у других она до сих пор еще может решать какие-то дела особенно если взводом но так как ее мало осталось и она редко встречается потому что немногие в ангаре в свое время оставляли но все-таки это ребята была легенда также как квас также как и хелкат в свое время они наводили шороху на игроков в любом бою к сожалению к сожалению все меняется меняется частенько в играх не в лучшую сторону также и в наших играх вводят другие имбы предыдущие имбы убирают они канут в лето уходят умирают там как удобно это это же самое просто 18 наверное многие не помнят какая она была на самом деле свое время хотя сейчас имея вот эту же скорострелочку вполне можно играть довольно таки комфортно единственный какой момент немножко ей не хватает поворачиваемость если они и по нерфе ли по нерфе ли пушку можно было бы оставить хотя бы какую-то более-менее поворачивать потому что с к вам приедет легенький танк он вас может легко закружить в лоб вы не пробиваетесь многими но сбоку естественно и сзади от американские танки вы сами знаете шьются очень легко но если постоянно подставлять все-таки лоб то видите многие не проверяя не пробивает он выстрелил сразу поворачивайся к другому и вот так вот постоянно если вертеться ребята можно сэкономить и очень большое количество хп имейте ввиду кого она еще осталось кого нет ребят то просто советую заезжать в борт или стрелять рядом с маской прямо в телевизор рядом с орудием точнее она пробивается действительно пробивается это не самое мощное место на самом деле как у многих танков рядом с маской прямо в телевизор в этот лупите я думаю вы ее пробьют нет так быстрый танк заезжайте в бок вот как это попытался сделать но куда-то уехал дальше и вы ее будете карать как говорится если взвод увидели то лучше бегите вытягивайте на пт на пт и птшки все равно разнесут любую то 18 а так конечно он до сих пор еще может тролять вот бой заканчивается мы тут неплохо постреляли фрагов наделали первая степень до этого не дотянулись до мастера урона 700 нанесли заработали 6000 в принципе неплохо ребят неплохо сейчас перейдем в ангар посмотрим ее нынешние характеристики более подробно потому что к тем характеристика мы уже никогда не вернемся до 4 фрага сделали вместе с bt2 и ст 26 принципе даже при трех нулях смогли выиграть этот бой нам повезло пойдемте ребят в ангар и посмотрим нынешнее состояние т18 ведь она выделена голубым цветом синим кому как удобно то есть этот танк сейчас является подарочным но никак не игровым уже не прокачиваем его ниоткуда не взять но на самом деле это вг а вг можно ожидать чего угодно вы помните танки по и винту и по всему прочему они потом появляются продажи вот смотрите что у нас тренируется на птс обзор конечно улучшение вот пушечка вот такая урон в 40 до бронепробиваемый 64 ребят принципе так комфортно комфортно и пробить это без голды мы с вами смотрим ну и урон конечно средненький получается ну по 40 она много на этом уровне тем более то 2 вот смотрите более такие подробные характеристика время сведения конечно не самый айс но все-таки терпимо углы вертикальной наводки вверх потрясающие вниз конечно они отсутствуют как таковые ребят движка 34 километра в час вполне вполне достаточно для этого уровня комфортно ездить назад она не едет 15 километров в час это очень мало то есть выстрелил и назад заезжать за камень тем более не имея башни очень так тяжеловато ствол уходит вам приходится доворачивать постоянно так но вот этот такие камуфляжки просто ребят набросаны не куплены ни за что за эти копеечки по выбору снаряжения здесь маленький уровень точно так смотрите кому лезть здесь нету никаких по оборудованию вот такой она стоит вы думаю сами знаете уже что здесь стоит тут тоже говорится уже все ясно немножко можно по-другому собрать конечно комплектацию и она немножечко другое видо изменится вот по внешнему виду все то же самое осталось ребят вот такая вот она была единственное что все-таки короткостволочка фугасная была интереснее можно было зарядить издалека так что сразу ваншот или да 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 может взводом было и по 15 танков забирать смотрите сколько еще здесь танков вот этих вот которые остались и вывели по ним тоже со временем сделаем обзорчики потому что может быть кому-то интересно пишите про эти танки про какому танку из этих вы бы хотели увидеть обзор потому что они в ангаре пылятся но все-таки они остались ребят с вами был киме f1 забытая легенда т-18 вот блиц пишите свои комментарии добавляйтесь группа вк задавайте вопросы ребят ну и всем до скорых встреч